Это город Эсс, меня зовут Инна Сапанченко, здравствуйте. Каждый работающий человек в нашей стране платит налоги, ну иначе говоря НДФЛ. И, наверное, вы знаете о том, что есть способ, который позволяет налог вернуть, частично или полностью, и это называется не уход от налогов, это называется налоговый вычет. Что же это такое, для кого предназначается, кто может получить налоговый вычет, вот эти все сложные вопросы обсудим сегодня у нас в студии Глеб Ружковский, заместитель руководителя ОФНС России по Самарской области, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде всего, наверное, нужно выяснить, вот кто может это сделать, не уйти от налогов, а получить налоговый вычет. Ну да, на самом деле, тема сегодня достаточно интересная, со стороны налоговых органов, наверное, неожиданная. Это немножко даже странная. Хотя, по большому счету, если в прошлый год вспомнить, то мы производили выплату субсидий представителям бизнеса, поэтому деньги нам возвращать, в принципе, не впервой, скажем так. Так и с учетом тех темпов и объемов возврата каждый год, которые проходят, возможностью этой пользуется достаточно большое количество граждан. Ну и сегодня хотелось бы тем, кто еще не знает, либо что-то не до конца понимает, постараться эту тему, этот вопрос немножко раскрыть и объяснить. Ну, поскольку, на самом деле, вопрос достаточно непростой, достаточно много цифр, ограничений. В общем, постараюсь максимально доходчиво и понятно для всех объяснить, как же можно вернуть, соответственно, налоговые вычеты, как можно меньше платить налога на доходы физических лиц. Итак, кто может вернуть? С каждого официально трудоустроенного сотрудника работодатель удерживает НДФЛ. То есть 13% НДФЛ удерживается работодателем при выплате заработной платы. То есть первая категория, понятно, да, это все те люди, которые, соответственно, официально трудоустроены, с которых работодатель удерживает налог. Следующая категория – это те люди, которые сами заплатили НДФЛ, ну, налог на доходы физических лиц, то есть те, которые представляли декларацию. Это кто на себя работает, очевидно. Ну, кто работает на себя, там, кто сдавал квартиры, соответственно, там, в аренду, кто сдавал в аренду коммерческую недвижимость. То есть сама структура возврата, она вытекает из того, что возвращает свой ранее удержанный налог. То есть чтобы тебе что-то вернули, с тебя что-то должны удержать. Соответственно, все те, кто НДФЛ оплачивал, либо с кого его удерживали, имеют право воспользоваться налоговыми вычетами. На самом деле вычеты, они разделяются на различные категории. Самая распространенная, самая простая в получении категории – это стандартные вычеты. Это вычеты, которые представляются отдельным категориям на себя. То есть это достаточно нераспространенная категория, поскольку в какой-то части, к сожалению, в какой-то части, к счастью, таких людей в общем объеме, в общей массе налогоплательщиков не так много. Это ветераны Великой Отечественной войны, это, соответственно, герои России, инвалиды различных групп. Но они же уже не платят налог. Они могут быть трудоустроены, из них налог удерживается все равно. При трудоустройстве, соответственно, НДФЛ удерживается. Понятно, а если мы говорим о ветеранах Великой Отечественной войны, то, к сожалению, вряд ли кто-то, наверное, до сих пор работает. Так вот, на эту категорию представляются вычеты в размере, соответственно, 500 рублей на себя каждый месяц. То есть каждый месяц рабочий они могут на себя уменьшать на 500 рублей налогооблагаемую базу. Это первая категория стандартных вычетов. Вторая категория стандартных вычетов, которая наиболее распространена, это вычеты на детей. То есть с следующего месяца, как у тебя появляется ребенок, как ты получаешь свидетельство рождения, ты имеешь право на получение стандартных вычетов. Это 1400 рублей на первого и второго ребенка и 3000 рублей на третьего ребенка. То есть, образно, если ты получаешь 20000 рублей в месяц, у тебя есть трое детей, то вот эта вот сумма, да, может быть уменьшена на стандартные вычеты, получается на 5800. То есть НДФЛ будет удерживаться не с 20000, а, соответственно, с 20000 за минусом 5800. Для получения стандартных вычетов все, что нужно сделать, это своему работодателю написать заявление о том, что ты хочешь этими вычетами воспользоваться. И, соответственно, приложить подтверждающие документы. Ну, понятно, если мы говорим о детях, это, соответственно, свидетельство о рождении. Все, больше ничего делать не надо, никуда ходить не надо. В пределах дохода до 350 тысяч рублей ты можешь пользоваться этими вычетами. То есть, как только ты переступаешь в году планку доходов в 350 тысяч рублей, у тебя право на эти вычеты, на стандартные вычеты прекращаются. Следующая категория вычетов – это социальные вычеты. Социальные вычеты. Сюда входят вычеты на обучение детей. Сюда входят вычеты, соответственно, на лечение. Сюда же входят вычеты на приобретение лекарственных препаратов. На обучение только детей или на свое обучение? На обучение детей. Соответственно, эти вычеты суммарно ограничены 120 тысячами рублей все вместе. То есть и лечение в год, и лечение, и обучение. При этом обучение ограничено 50 тысячами рублей. То есть, если, образом, у тебя учится ребенок, то ты можешь свою налогу, облагаемую базу, опять-таки, уменьшить на 50 тысяч рублей. Наверное, интересно рассказать про лекарства, да, потому что тоже в эту категорию входят. С учетом того, что тот год был тяжелый, соответственно, затраты на приобретение лекарств у многих людей были достаточно существенные. Важно, наверное, отметить, что они имеют право часть денежных средств, соответственно, в виде удержанного налога за счет приобретения лекарственных средств вернуть. Все, что для этого нужно, это нужно, соответственно, чеки контрольно-кассовой техники на приобретение лекарственных средств. И нужно рецепт, соответственно, от врача. Вот это достаточно сложно, потому что мы уже привыкли выбрасывать чеки, конечно. А по поводу чеков, да, тоже очень важно понимать, что сейчас абсолютно везде, где выдаются чеки контрольно-кассовой техники, можно подойти и попросить этот чек не на бумаге тебе распечатать, соответственно, и отдать, а можно назвать номер своего телефона, и, соответственно, этот чек, он будет привязан, автоматически придет сообщение тебе на мобильное устройство, и чек этот у тебя будет в электронном виде. Кроме того, для хранения чеков, всем рекомендую, есть очень удобное приложение, разработанное Федеральной налоговой службой, оно называется «Проверка чеков контрольно-кассовой техники». Соответственно, в это приложение ты сканируешь QR-код с чека, и у тебя чек автоматически в приложении сохраняется. Об этом есть информация на сайте? Да, абсолютно. Если сейчас кто-то не запомнил. Конечно, абсолютно вся информация есть на сайте Федеральной налоговой службы, и про это приложение, и про, в принципе, все сервисы, которые на текущий момент функционируют, все это на сайте есть, поэтому всем рекомендую. Эти чеки электронные, которые у вас сохраняются, они абсолютно имеют ту же силу с точки зрения возврата налога, как и обычные бумажные. При всем при этом они не выцветают, и вы их вряд ли когда-либо куда-то потеряете. То есть все, что нужно, это один раз отсканировать на самом деле. Глеб Александрович, давайте еще раз по лекарствам уточним. Там тоже какая-то ограниченная сумма, и какие именно лекарства можно? Лекарства только те, которые по направлению врача. То есть без рецепта? Без рецепта, к сожалению, вернуть нельзя. То есть те люди, которые самолечением занимаются, но, к сожалению, законодательство это не предусматривает. Сумма лекарств ограничена все теми же 120 тысячами рублей, рублей, но сюда входит не только лекарства, нужно понимать, сюда еще входит и лечение. То есть за дорогостоящее, соответственно, какое-то лечение, за различные операции, за различную диагностику, там, томографию и так далее, тоже денежные средства можно вернуть. Там помимо того, что про лекарства мы говорим, чеки контрольной кассовой техники, нужен договор с медицинской организацией, которая вам эти лечения оказывала или услуги. И, соответственно, ну, опять-таки, подтверждение... Спрос по обоказанию медицинских услуг. Не нужна, просто нужен договор, соответственно, чек, подтверждающий оплату. Ну и, соответственно, направление врача там на операцию там или, соответственно, на какое-то обследование, которое вы проводили. Есть еще такая категория, как дорогостоящее лечение. Есть перечень, утвержденные Министерством здравоохранения, дорогостоящих операций различных. Вот по дорогостоящему лечению ограничений в объеме нет, в принципе, никаких. То есть если дорогостоящая операция, которую вам проводили, относится к этому перечню, опять-таки, информация вся абсолютно есть на сайте по различным видам медицинских услуг. Если операция отнесена к этому перечню, то на вас ограничение в 120 тысяч рублей в год, оно не распространяется. Соответственно, такая вот категория вычетов. Опять-таки, все ходят, ну, очень много людей, да, посещают медицинские учреждения, тратят на это деньги и, соответственно, имеют право вернуть. Отличия от стандартных уже начинаются следующие. Для получения этих вычетов на текущий момент необходимо представление декларации. Соответственно, представляется декларация по форме 3НДФЛ, и, соответственно, в этой декларации заявляется право на вот эти вот вычеты социальные, обучение, лечение, лекарства. И, соответственно, по окончанию сроков камеральной проверки вам эти денежные средства возвращаются. Возврат можно осуществить в пределах, соответственно, трех лет. То есть, за трехлетний период вы можете вернуть налог. Когда говорю про декларацию, да, и про социальные вычеты, тут еще важный аспект, что в одной декларации может быть заявлено несколько вычетов. То есть, можно получить несколько. Да, можно получить несколько. Можно получить не только социальные вычеты, но еще очень распространенные. И самое, наверное, такое большое по сумме – это вычеты имущественные. Это вычеты, связанные с приобретением объектов, недвижимого имущества, жилья. Эти вычеты… Только жилье. Квартира, дом, да. Гараж. Нет, гараж нет. Это касается именно жилых площадей. Эти вычеты, они представляются человеку один раз в его жизни. То есть, если вы один раз уже заявляли вычеты, последующего права заявления данной категории вычетов у вас нет. Вычеты эти представляются со стоимости либо дома, либо квартиры в 2 миллиона рублей. То есть, соответственно, вне зависимости от того, да, вы могли купить и дороже, но вычеты вам дадут только с 2 миллионов. Соответственно, при приобретении квартиры за 2 миллиона рублей вы с нее можете вернуть 13% в пределах удержанных с вас сумм. То есть, 13% – это 260 тысяч рублей. Понятно, что у нас не у всех такая зарплата, чтобы себя в год удерживали 260 тысяч рублей. И поэтому сделан трехлетний период, что ты можешь вернуть это в пределах трехлетнего периода. То есть, на текущий момент у нас 2021 год, я могу зачесть в возвраты сумму налога, получается, за 2020, 2019 и 2018 год. А если у человека настолько низкая зарплата, что он не выбирает вот эту сумму и за 3 года? Он может, ну, к сожалению, да, он может вернуть только в пределах... Только в течение трех лет что? Только, да, только в пределах трехлетнего срока, в пределах сумм с него удержанных. То есть, ну, по большому счету, да, все, что с вас за 3 года удержали, да, для большинства людей. Соответственно, все эти деньги при приобретении недвижимости могут быть возвращены. И в имущественных вычетах есть еще отдельная категория, да, это возмещение процентов, соответственно, процентов по ипотечным кредитам. Эти проценты по ипотечным кредитам, они идут сверх объявленных 2 миллионов рублей. То есть, еще в пределах 3 миллионов рублей можно вернуть проценты по кредитам. А вот это вот какая-то новая информация? Нет, это, в принципе, уже давно, но, наверное, просто не все об этом слышали и знают. То есть, удержанные проценты, ну, то есть, те проценты, которые вы заплатили банку по ипотечным договорам, они также могут быть, соответственно, возвращены, и за счет них может быть получен налоговый вычет. Причем вычеты социальные, вычеты имущественные, вычеты, ну, имущественные, включая вычеты по процентам по кредиту, они могут быть заявлены в одной декларации. То есть, вы, к примеру, хотите вернуть налог за 3 года с приобретения квартиры, плюс проценты по ипотеке, плюс у вас еще было лечение. Вы можете сдать 3 декларации, соответственно, за 3 года к возврату. Ну, здесь нужно, правда, хорошую зарплату, что тогда иметь. Можно это сделать единомоментно, да, можно это сделать ни единомоментно, в принципе, особой роли не играет, но, тем не менее, за каждый год возврата вы должны представлять, соответственно, отдельную декларацию. И есть еще категория вычетов, они, скажем так, достаточно новые вычеты. Это вычеты, связанные с инвестиционными счетами. Тоже очень интересный момент, на самом деле, не все его знают. Если вы в банке открываете инвестиционный счет, это что-то, ну, как правило, да, отличается от счета по вкладу тем, что там определенный период времени в разных банках, в разных кредитных учреждениях по-разному. Нельзя, соответственно, снимать денежные средства, вложенные. При открытии инвестиционного счета в пределах 400 тысяч рублей вы можете получить вычет. То есть, образно, если у вас есть 400 тысяч рублей, и вы эти деньги кладете на инвестиционный счет, вы можете написать заявление на возврат налога, и вам 54 тысячи рублей вернут, соответственно, с этого вклада. Тогда просто стоит это сделать, наверное, да? Ну, тем, у кого открыто, просто не все знают, да, у кого-то, если деньги лежат на депозитном счете, и они решат перевести на инвестиционный счет, у них, соответственно, появится право на получение вычета. Я, наверное, рассказываю, это достаточно все сложно воспринимается, да, на слух. Очень, потому что очень много моментов и тонкостей. И вопросов с вычетами, со сроками проверок. Я еще не сказал про сроки проверки важный момент. То есть, вы представляете декларацию в налоговый орган, а срок эмиральной проверки, установленный кодексом, соответствует 3 месяцам. То есть, в течение 3 месяцев инспекция проводит проверку, там смотрит документы, если чего-то не хватает, связывается, запрашивает, принимает решение о возмещении, еще в течение месяца вам эти деньги возвращает на счет. Причем, с предыдущего года в форму декларации внесли сразу раздел с заявлением на возврат. Раньше этот документ подавался отдельно. То есть, помимо декларации, еще заявление на возврат с реквизитными счетами, которые перечислить, необходимо было представить. Соответственно, процесс длительный, документов много, нужно уметь заполнить декларацию, нужно собрать документы, нужно приложить. Соответственно, служба очень долго пыталась процедуру упростить. И начиная с 21 мая текущего года, были приняты соответствующие федеральные законы. Эти законы касаются упрощенного порядка получения налоговых вычетов. Вот об этом многие слышали, но что за этим кроется, наверное, стоит поговорить. За этим кроется достаточно сложная работа, на самом деле. Опять сложная? Нет, сложная работа, проведенная службой. Я расскажу сейчас о процессе, чтобы все понимали, как это происходит. Федеральной налоговой службой на федеральном уровне была создана информационная площадка. Соответственно, кредитные учреждения, в данном случае мы рассматриваем только кредитные учреждения, имеют возможность к этой площадке свободно подключиться и представлять на эту площадку данные, соответственно, о клиентах. Какие это данные? Это данные, как я уже сказал, о ненестиционных счетах, о которых я рассказывал, открытых физическими лицами. Это данные по ипотечным договорам, соответственно, по тем ипотечным кредитам, которые выдали банки. И это данные, где при сделках купли-продажи недвижимости банки выступали стороной. Но это различные формы аккредитива, то есть банковские ячейки и так далее. Банк подключается к платформе, и, соответственно, обо всех этих сделках на эту платформу загружают данные. В случае, если это произошло, федеральная налоговая служба сама оценивает возможность представить кому-либо налоговый вычет, соответственно, акцептует эти данные, нажимает на кнопочку, и в личном кабинете у налогоплательщика, у каждого налогоплательщика, у которых есть личный кабинет, и у которого есть право на получение стандартных вычетов, появляется такая соответствующая кнопка «Получить вычет». Но это же вы прям себе жизнь, мне кажется, осложнили. На самом деле нет, он нажимает на эту кнопку, и все, без представления декларации, без каких-либо дополнительных документов, он получает, соответственно, вычеты. Вычеты либо имущественные, либо, соответственно, вычеты по инвестиционным счетам, причем сокращен срок. Если при камеральной проверке это три месяца, то вычеты мы осуществляем, камеральную проверку этих данных при нажатии на кнопку, она проходит в течение месяца, и возврат денежных средств тоже в автоматическом режиме проходит в течение 15 дней. То есть мы избавляем людей от необходимости представлять декларацию, от необходимости, соответственно, прикладывать какие-то, собирать какие-либо дополнительные документы, и, соответственно, мы сокращаем срок проверки. Все завязано в работе этой системы на желании кредитных учреждений представлять нам эти данные. На текущий момент к системе подключен банк ВТБ. Соответственно, по части заявок, по части сведений, которые поступили от банка ВТБ на уровне области, мы уже часть сведений отработали, то есть уже у части пользователей личного кабинета появилась соответствующая кнопка, и вычеты они вот в таком порядке, без представления декларации, могут получить. В ближайшее время к системе подключается Сбербанк. Если говорить, в принципе, об объемах ипотеки, об объемах ипотечных кредитов, наверное, доля у этих двух банков, она значительная. То есть достаточно большая категория людей в этом году уже сможет воспользоваться такой возможностью получить эти вычеты. Важный момент. Никакие, к сожалению, да, ну, к сожалению, или, может быть, к счастью, не предусмотрена возможность получения вычетов в упрощенном порядке через какие-либо другие сервисы, будь то портологу с услуг или что-то еще, кроме личного кабинета налогоплательщика, физического лица. Поэтому, если вы хотите пользоваться удобным сервисом, вам в обязательном порядке нужно прийти в инспекцию, если у вас еще его нет, и, соответственно, получить пароль и начать пользоваться личным кабинетом. На самом деле, это первый этап, да, мы говорим сейчас про кредитное учреждение. На следующем этапе федеральная налоговая служба занимается тоже автоматизацией получения социальных вычетов. То есть это вычеты на обучение, это вычеты на лечение. Об этом мы еще пока говорим в будущем. Это в будущем, да. Я просто говорю, что это разрабатывается, и это не такое далекое будущее. Возможно, к концу года уже кто-то, либо, ну, во-первых, нужно соответствующий законодательный документ, да, принять. Но это не такой сложный процесс. В принципе, это все уже готово и откатано на базе имущественных вычетов. Здесь вопрос по большей части готовности образовательных учреждений и, соответственно, медицинских учреждений загружать на платформу в автоматическом режиме данных. Как только появится возможность у больниц, да, они подключатся, к примеру, или у клиник, они подключатся к этой платформе и начнут передавать туда данные о проведенных операциях и клиентах, соответственно, у службы получится возможность в упрощенном порядке вернуть вычеты. Даже не знаю, вот радоваться этому или нет, потому что для налогоплательщиков, конечно, очень удобно, но для больницы это, получается, дополнительная работа. Если на самом деле все зависит от системы внутренней, от построения системы, если это все автоматизировано, это все работает, и автоматически данные о проведенных операциях ложатся в программу, то по большому счету нажать кнопку и настроить программу на выгрузку данных большей сложности нет. Мы же говорим не только про государственные больницы, это есть и частные клиники. То есть все зависит от системы внутренней, и от информационной системы, которая в различных учреждениях разработана. И по большому счету, если один раз выстроить систему, то будет от этого гораздо проще всем, чтобы работала электронная очередь, чтобы работала автоматическая запись на прием к врачу. Это, наверное, нагрузку не увеличит, а по большому счету это снизит административную нагрузку, которая в чем-то есть. Это просто нужно один раз этим заняться и сделать. К сожалению, самое ценное, что есть, и что дает возможность оказывать услуги, всякую социальную поддержку, это данные. Чем больше у нас будет саккумунировано данных, тем проще всем налогоплательщикам будет работать, и тем легче нам будет представлять им какие-то услуги. Многие рассматривают это как вторжение в личное пространство. Если вы хотите пользоваться какими-то сервисами, это я могу рассказать на примере мобильных приложений. У всех есть мобильные телефоны, у большинства все скачают приложения, и абсолютно каждое приложение просит какую-то частичку твоих персональных данных. То есть если ты хочешь пользоваться и получать какие-то блага и, соответственно, упрощать в чем-то какие-то процессы, ты эти данные представляешь. Если ты не хочешь пользоваться, ну, пожалуйста, есть вариант без, соответственно, представления каких-либо данных эти сведения получать. Я для тех, кто опоздал к началу программы, скажу, что сегодня у нас в гостях заместитель же руководителя ФНС России по Самарской области Глеб Ружковский, а мы говорим о налоговых вычетах и возможности вернуть часть уплаченного налога. И вот, как выяснилось сейчас, тема гораздо сложнее, чем, например, я себе ее представляла, да. И с этим, конечно, предстоит каждому разобраться. Я просто знаю очень много людей, которые понятия не имели о том, что, например, можно вернуть себе налог за оплаченные анализы в частных клиниках, за какие-то процедуры, за лекарства. Хотела вернуться, может быть, немножечко назад. И вот когда мы с вами говорили о возможности имущественного вычета, вот, ну, давайте, может быть, на таком простом примере. Например, человек приобрел квартиру в июне 2016 года, да, скажем так. Это единственное его жилье. Но он планирует ее в 2021 году продать. Вот нужно ли обязательно ему заполнять декларацию 3НДФЛ? Нет, не нужно. Это следующая сторона вопроса. Это, соответственно, как раз-таки к вопросу о представлении декларации по форме 3НДФЛ. Если говорим про 2016 год, то у нее собственность, она более трех лет. Соответственно, если у тебя в собственности объекты с 2016 года более трех лет, то, соответственно, необходимости представлять декларацию и плачевать налог нет. Если менее трех лет, к примеру, квартиру получил, подарили ему, приобрел в 2016 году, а продал ее, к примеру, в 2017 году, то есть необходимость представлять декларацию по форме 3НДФЛ и, соответственно, уплачивать налог. Налог, опять-таки, тоже уплачивается в принципе понятно и просто. То есть купил ты квартиру за 2 миллиона, продал ее за 2 миллиона 100. Вот со 100 тысяч ты должен заплатить 13%. Если ты купил квартиру за 2 и продал за 2, понятно, ты ничего не платишь. Если ты купил квартиру и потерял все документы на ее приобретение, либо ты не купил квартиру, а тебе ее, к примеру, подарили, либо она тебе досталась по наследству, и ты до сечения трехлетнего периода владения решил ее продать, то, соответственно, ты будешь уплачивать налог на доходы физических лиц за минусом стандартного вычета в миллион рублей. То есть квартира стоит 2, у тебя нет документов на ее приобретение, ты 13% заплатишь с миллиона рублей. Соответственно, если мы говорим про не квартиры, да, про какие-то дома, там дачи и так далее, то там вычет 250 тысяч рублей. А если мы сейчас будем говорить опять-таки о вычетах за лечение, я знаю, что многих пугает сам процесс оформления вот этого вычета, потому что нужно искать, ну люди же, как правило, лечатся в нескольких учреждениях сейчас, это получается, что нужно обойти каждый, взять везде справки, взять договоры, приложить чеки, заполнить декларацию, прийти в налоговую. Вот это многих пугает. Я понимаю, что личное дело каждого, ну можешь не получать вычет. Ну как вот? Да на самом деле, ты когда приходишь, да, ну там что-то делаешь, либо какое-то обследование, тебе в автоматическом режиме выдают, по идее, все необходимые документы. Ну не выдают справку об оказании. Но справку об оказании она и не нужна, нужен договор на оказание услуг. Договор с тобой заключают, когда ты особенно оплачиваешь за счет собственных денег. Тебе выдают договор, тебе выдают чек контрольно-кассовой техники. Все, что тебе нужно, это тебе нужно заполнить декларацию. Для заполнения декларации на сайте каждый год, каждый год там немножко формы меняется, да, выкладывают программку, которая, соответственно, помогает заполнить декларацию по форме 3НДФ. То есть эта программка, она по максимуму старается исключить возможность совершения ошибок при заполнении декларации. По большому счету, ничего там особенно сложного в заполнении с помощью этой программы декларации нет. Поэтому все, что тебе нужно, тебе нужно не выбрасывать документы, соответственно, чтобы не ходить их, не восстанавливать. Тебе нужно сохранить пакет документов, договор, чек на оказание медицинских услуг, удостовериться, что организация, соответственно, о которой эти медицинские услуги оказывала, у нее есть лицензия, и, соответственно, с этим пакетом документов заполнить декларацию, приложить эти документы. Причем пользователи личного кабинета, опять-таки, могут декларацию подать с использованием личного кабинета. То есть лично ходить не надо, документы можно все отсканировать, отфотографировать и вложить, приложить декларацию и отправить в электронном виде. Либо, если ты хочешь, можешь распечататься на бумаге, приложить документы, соответственно, прийти в налоговый орган и декларацию эту представить. А можно ли прийти вот с бумажным заявлением и нужно ли для получения налоговых вычетов в упрощенном порядке? В упрощенном порядке абсолютно ходить, в принципе, никуда не надо. Все, что нужно при упрощенном порядке, это дождаться появления себя в личном кабинете кнопки и, соответственно, на нее нажать. Если вы не хотите ждать, вы можете прийти, также представить декларацию. Но важно понимать, что представили вы декларацию и у вас появилась кнопка. Уже кнопкой воспользоваться вы не можете, потому что вы ранее свое право заявили в упрощенном порядке. И в обратной ситуации тоже это, к сожалению, не работает. Глеб Александрович, я благодарю вас за сегодняшний разговор. Очень сложное спасибо, что вы могли разобраться с этим. Итак, мы сегодня говорили о налоговых вычетах. В студии был Глеб Ружковский, заместитель руководителя начальника УФНС России по Самарской области. Увидимся в городе С. До свидания. До свидания.